Акварель может быть совершенно разной. Возьмем, к примеру, эти яркие полотна. Они написаны в технике Алла Прима по-сырому. Лист бумаги смачивают водой и пишут по влажной поверхности. Краски причудливо смешиваются на самом полотне. А вот городские пейзажи требуют от автора куда более детальной проработки. Прекрасно написаны стафажи. То есть это люди, которые появляются в городском пространстве. Они вот такими вот отдельными мазочками, можно сказать. Но мы воспринимаем как пешеходов, которые двигаются по прекрасному городу Санкт-Петербургу. Эти акварели хочется рассматривать внимательно, подходить близко. И у нас на выставке как раз они представлены, что мы можем мельчайшие подробности рассмотреть. Акварель считают легкой краской. Она разбавляется водой, но есть в ней и свои сложности. Акварель очень трудно исправить. Эти краски не светостойки. Особо редкие экземпляры, как правило, выставляют в приглушенном свете. Акварель требует специального оформления работ. Это обязательно паспарту, который отделяет само изображение от рамы. И стекло, которое защищает нежную бумагу, которое реагирует. Не думайте, что влажность всегда везде одинакова, особенно дома это сложно поддерживать. Отделяет и защищает работу. Акварельную живопись считают базовой. Едва ли найдётся человек, который в детстве не рисовал её в школьных альбомах. Также те, кто выбирает путь художника, начинают его, как правило, именно с акварели. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Ряпов, Служба новостей, Саров, 24.